Творец и творение. Это один уровень. Есть другой уровень. Народ Израиля и земля Израиля. Другой уровень, да? На каждом из этих уровней эта аллегория работает. Окей? На каждом. Значит, то, что он говорит здесь, что если мы были в Галуте, то по отношению к Творцу мы спиной к спине, то есть мы, конечно, на связи с ним, он нас не бросает, да? Но это не те отношения, это не отношения храма, это не большая любовь, так сказать. Он нас изгнал, грубо говоря, да? Он от нас отвернулся, понимаете? То есть это отношения мы развернулись спинами, да? Теперь, что значит, что был распил? Распил – это страшная вещь. Почему? Потому что что значит, что Адам спит? Вот у нас есть пара – мужчина и женщина, да? Адам заснул, и от него отрезается кусок, да? Теперь возьмем то же самое по отношению к Творцу, да? Кто здесь мужчина, кто женщина? Мужчина – это мужское начало. Творец – это мужское начало, а Израиль – это женское начало, получающее, да? Значит, получается, что Творец заснул, да? Адам заснул, значит, Творец заснул, и в этот момент Творение от него отделяет силой, да? Значит, другой вопрос – кто это делает, да? Это отдельный вопрос. Значит, ответ – это каббалистический ответ, что у Творца есть несколько уровней, да? Ну, это мы знаем, да? Значит, уровень, который называется Кадош Бараху, да, Зайран Бин, он спит. А более высокие уровни не спят, да? За это я отвечаю, потому что это не мое. Значит, что нам говорится в Мигелад Эстер? Вот скоро пурим. Значит, я как раз пару слов скажу про Мигелад Эстер, это будет к слову, как раз ко времени. Значит, Мигелад Эстер – это очень крутая книжка, на самом деле. Она пытается под маской маскарада веселого, да, передать нам ужасающие совершенно вещи, ужасные вещи. И именно потому что эти вещи ужасные, их невозможно передать прямо, они слишком мощные, слишком острые, да? И поэтому их передают такой шуткой, полушуткой, маскарад, какие-то маски надеваются, весело, пьют вино, чтобы передать это как-то в такое… А ужасная вещь – это что? Значит, я сейчас расскажу, я сейчас все это расскажу. Значит, о чем говорит Мигелад Эстер? Говорит про катастрофу, которая не состоялась, да, которую удалось избежать, да? Как бы не состоялась. Как бы не состоялась, да. Значит, что там происходит? Значит, приходит Аман к Ахашвирошу и говорит следующее. Говорит, есть один народ, да, разбросанный и разрозненный среди народов, во всех твоих владениях. И у них есть свои обычаи, и законов царя они не соблюдают, там, и так далее, и так далее, и так далее, да? То есть он приходит и просит разрешить их уничтожить. Помните, да, это все? Что отвечает Ахашвирош? После некоторых, там, сомнений, он говорит, ты знаешь, что? Вот тебе печатка, все тебе дано, вот тебе право, пиши, что хочешь, подписывай, как хочешь. Амнатунлха, да, говорит, народ в твоих руках. Теперь, значит, комментарий потрясающий. Что такое ешно ам и хад? Ведь можно было бы просто сказать ам и хад, или можно сказать еш. Почему ешно? Что такое ешно? Есть у него. Какое, он существует. Ну, можно было бы сказать еш. Ешно ам. Ешно потому что? Ешно потому что у. У него есть. У него есть. Если было ешно, это женщина ешно, это... У кого? Есть. У кого у него? Может, это какая вершина? Ешно ам, потому что ам. Вы йомер гаман лемелуха хашвирош. Ешно ам и хад. Ешно ам и хад. Это понятно, потому что ешно ам. То есть, на ушла ам, это ам, это мужское, а ешно. Почему не скажут ешно? Я вижу, что это Всевышнего. У Всевышнего есть. У Всевышнего есть. У Всевышнего есть. Это хороший перевод. Потому что ешно, это именно у него, они говорят между собой. То есть, он царю бы сказал ешха. Да. А тут ешно. Совершенно верно. Есть не у тебя, у царя, а есть у него. Значит, мудрецы дают два основных комментария на тему. Один более простой. Говорится ешно от слова ешну. Ешну имит свод. Да, что народ Израиля спал от заповедей. Что это обвинение, которое говорит этот самый Аман, что они не выполняют заповедей. И, собственно, дальше они говорят, он конкретно это говорит, да, в датея амелаха и намусин. Значит, известно правило, да, что в Нигиле везде, где сказано амелаха хашвирош, имеется в виду хашвирош, а когда просто сказано амелах, это имеется в виду царь царей. Да, то есть, датея амелаха и намусин, да, закона царя они не соблюдают, имеется в виду заповеди. То есть, это обвинение, это самый Аман, известно, что это обвинитель очень сильный, очень страшный. Так вот, первый комментарий, что они заповеди не соблюдают. А второй комментарий, который нас сейчас интересует, другой, что ешно, это от слова яшен, он наверху там спит. То есть, Аман приходит к хашвирошу и говорит, их царь сейчас спит, и это самое время наложить на них взыру. И царь соглашается, говорит, хорошо, давай. Более того, когда царь соглашается, я не привел тут, нет у меня конкретного поступка, то соглашается не только хашвирош, соглашается царь царей. То есть, произошла кзыра, благодаря обвинению Амана кзыра произошла. И он тут намекает нам, вот эта вот штука намекает нам на то, что Творец спит. То есть, как бы небеса благоприятствуют тому, что я предлагаю. Да. Они не сопротивляют. Да, они говорят, да, давай. Творец спит, нижний уровень Творца, точнее, спит, да, а верхний уровень дал добро. Да, то есть, иными словами, пока Творец спит и пока нету провидения, как бы, да, провидения отсутствует в этот момент в мире, потому что царь заснул, да, Творец заснул. И поэтому в этот момент темные силы могут, им дано добро, дан зеленый свет. И Аман делает то, что он делает. И вся задача Мурдыхая в этой ситуации, это пробудить царя-цари, да, Мурдыхая и Эстер, естественно. И это то, что они делают. Пост, да. А? Пост, я имею в виду. Пост во время Песаха, да, отменить Песах, там, и так далее. Это отдельная тема, которую надо изучать, да, так сказать, там непростая эта вся вещь. Потому что Аман обвинял непросто, он не просто говорил, что они заповедь не соблюдают. Он говорил, они соблюдают заповеди, но не во имя небес. Вот что он сказал. Он сказал, да, они делают, там, шаббатные трапезы, но они это делают не потому, что не во имя небес, а для того, чтобы брюхо набить, там, и так далее, да. То есть, он, его обвинение почему так страшно, потому что все обвинители обвиняют за грехи, а Аман обвиняет за заповедь. И поэтому он страшен, так сказать, для нас в этом смысле, да. Теперь, его обвинение было принято. Что значит принято? Это значит, что наверху высший суд согласился. Перед высшим судом нет тайн. Он не может принять неправильное решение. Он проверил скалдаты прав. Понимаете? И поэтому была к зерам. Понимаете? Нам раскрывают здесь страшную вещь. Нам говорят, что катастрофа, которая должна была произойти из-за Амана, да, она была к зерой свыше. И весь, вся эта Мегелат Эстер написана для того, чтобы нам дать механизм, как избежать, как отменить к зеру. Пробудить. Пробудить Творца, когда он спит, да. И что сделал Мордыхай Эстер? Они поняли, что для того, чтобы это сделать, нужно совершить грех во имя небес. Есть такое понятие греха во имя небеса, да. И поэтому Эстер пошла к царю незваная, да, пошла к нееврею. То есть до того он ее силой брал, и она как бы не виновата была, потому что он ее насиловал. А тут она сама идет к нему. То есть она нарушает тем самым, да. Она не имеет права вообще говоря, так сказать, идти. Она идет, да. Во имя небес она идет. А Мордыхай, соответственно, отменяет цедр Песах и говорит всем поститься, да. И был дичайший спор между мудрецами того времени и Мордыхаем, потому что они говорят, ты что, с ума сошел? В такой ситуации, когда у нас к зерой, нужно увеличить заповеди, а не уменьшить. Ты что, а ты предлагаешь отменить заповедь? У нас есть заповедь цедр Песах, ты предлагаешь ее отменить. Понимаете? То есть он сказал, да, надо отменить, надо согрешить во имя небес. Почему? Потому что он говорит, что если евреи даже грешат во имя небес, то тогда это самое обвинение Аммана отпадает. Тем более они совершают заповеди во имя небес. То есть это как бы идея некая. Но я не буду больше вдаваться деталям, потому что это отдельная лекция. Это целая история. Я вам хочу сказать, единственное, добавить по этому поводу еще одну вещь. Сказано, когда эстер, по завершению всей этой истории, когда уже все хорошо, когда эстер приходит к Эхасвирошу и просит отменить приговор. Что это значит? Это значит, что она приходит к царю-царей. И просто отменить эту к зыру. Правильно? Что отвечает царь-царей? Отменить. Говорит Мехтава Мелых. Нет такого механизма. Энли Ашив. Вот нельзя отменить к зыру царя-царей. То есть катастрофа состоится. Вы ее не отменили. Вы ее только отодвинули. Если вы знаете, что в этих самых именах десяти сенаеве Амана зашифрован год нерберского процесса. Это написано даже в Википедии, что были эти десять преступников и так далее. Так вот нам Нигелат Эстер еще тогда сказал точный год, когда это произойдет. Это страшная вещь. Понимаете? То есть вот так зыра реализовалась. И ничего невозможно было сделать с этим. Можно было только оттуда бежать из этой Европы. Вот если бы убежать, те, кто убежал, спаслись. Понимаете? Те, кто убежал, спаслись. Почему? Потому что из пророчества говорится «Бахадрэй хадарэм эйма бахут с харэх». Внутри в комнатах ужас, а снаружи меч. То есть тут был дичайший ужас. Снаружи меч. Херр. То есть тут был ужас, что Ромаль придет, он из Африки шел сюда, а вдруг он тут уничтожит. Его остановили там в нескольких сотня километров отсюда. Чудесный. Да. А в Европе прошел меч. Понимаете? Никуда не деться. Понимаете? И надо сказать, что раввины знали, знали, что это будет, и говорили, что лучше физическая смерть, чем духовная. Потому что они считали, что здесь, в Святой Земле, будет духовная смерть, что где-то тут сионисты, они развратят детей, и так далее, и так далее. И поэтому многие раввины заняли позицию, что лучше умереть, чем сюда приехать. Но я не буду сейчас вдаваться в комментарии этого. Это отдельный разговор. Тут каждый скажет свою позицию. Я не знаю, успели отойти до этого. Я пока что просто пытаюсь вам привести пример, как работает вот эта Носера перед построением храма. Понимаете? Мы вернулись на свою землю, мы отстроим здесь храм, это разворот лицом к лицу. Но в момент выхода из Галута, для того, чтобы развернуться от состояния спина к спине к состоянию лицом к лицу, мы прошли через вот этот распил, во время которого была катастрофа. потому что каждый раз, когда Творец спит и происходит вот это вот распил, то в этот момент пробуждается Амалек. Понимаете? Именно в этот момент. Я приведу еще одну аналогию. Когда в этом райском саду приходит этот самый змей к Хаве и предлагает ей съесть плод этот, то мудрецы спрашивают, а где был Адам в это время? Он спал, отвечают. То же самое говорят, где был Бог во время катастрофы. Знаете, классический вопрос. Ответ. Он спал. Понимаете? Это ответ совсем не поверхностный. Это ответ каббалистический. Понимаете? Сущность очень простая. Амалек, его суть Амалека это уничтожить завет. Брит. Брит это точка соития. Брит не зря, Брит мила. Она не случайно конкретно. Так что, по чему, что свидетельствует? Распил это процесс избавления народа, на самом деле. Распиливает Творец. Но в этот момент Амалек получает жизненность, получает право действовать. ему дается добро. Ему говорится, давай. Почему это в Пурим произошло? Там же точно та же история. Начали строить храм, стену в Иерусалиме, да? А народ не пошел. Пришло там 42, что ли, тысячи вместе с Эзерой Нихайми, да? Какой-то там сброд. А мудрецы остались в Фавилоне и сказали, у нас тут Тора, а там нету ничего. Чем мы туда попремся? То есть народ не поехал. Это ровная ситуация во время катастрофы. Это один в один просто, понимаете? Ситуация один в один повторилась. Почему, так сказать, нам говорится, что вы просто ее отодвинули? Мы могли как-то, наверное, по-другому себя вести, если бы умнее были, но мудрецы должны были себя вести умнее. Они это знали. Люди, которые не имели никакой связи с традицией, не знали ничего, с них и взятки гладкие, понимаете? А мудрецы, которые знали ситуацию, вот они должны были действовать в этой ситуации. Вот это самое страшное. Понимаете?